Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал The Get пришел следующий очень сложный вопрос. Допускает ли церковь аборт после изнасилования? Одно зло порождает другое зло, два зла порождает еще четыре, и так в геометрической прогрессии. Аборт в любой ситуации остается абортом. Где-то убийство в любой ситуации остается где-то убийством. И никогда церковь не скажет, что в некоторых случаях ребенка беззащитного можно убить, а в некоторых случаях можно оставить. И, конечно, не дай Бог кому-либо столкнуться с насилием, столкнуться с мыслью о том, что ж теперь делать, если вдруг забеременела. И все-таки миру уже много-много лет, и христианскому миру уже две тысячи лет. И таких историй, к сожалению, немало, и можно уже обратиться к опыту других женщин. Знаю, когда женщина рожает, и спокойно ребенка дает в детский дом, в котором уже стоит очередь на усыновление маленьких малышей. Тысячи людей ждут, когда кто-нибудь отдаст своего ребенка по тем или иным причинам. Поэтому здесь, мне кажется, наименьший духовный вред. То есть ты к одному большому греху не добавила другой большой грех. И даже, по сути, осчастливила другую семью. Никто все равно не узнает о том, как бы зачался этот ребенок. Других вариантов я даже не могу представить. А знаю историю, и даже не одну, когда женщина, родив, понимает, что это хоть ребенок от насилия, но ребенок ее, в том числе ее плоть, ее кровь, он на нее похож. И дальше, чем дальше ребенок растет, мы видим, что он похож именно на мать во всех своих ужимках, в привычках, внешне. И мать говорит, да, такая грустная история, но это мой ребенок. И почему он должен нести груз прошлого и нести за него ответственность? Не будучи чем-чем виноватым. Бывает так. Тут дальше уже точно ничего не добавлю. Будем только молиться, чтобы таких историй было как можно меньше. И чтобы они никогда не возникали. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.